Доброе утро дорогие друзья! Приветствуем вас из Краснодара. Не стали тянуть, как говорится, кота за хвост и сразу начнем именно с этого города. Почему мы здесь? Сначала знакомиться, это у нас Максим. Всем привет! Это мастер по ремонту автомобилей, который воскресил мое Рено Каптюр. Теперь это главный лекарь моего автотранспорта, если что, всегда ездим к нему. Сзади у нас есть Роман. Какие родственные у вас связи? Приятели моей дочери. Вот втроем поехали в Краснодар для того, чтобы присмотреть буханку, ту, на которую собирали деньги. Особенно на данный момент времени отчет есть в Телеграм-канал, там уже, наверное, и больше. У меня больше 600 тысяч рублей. У нас есть еще второй счет, который был указан под видео. И там на момент обеда, вчерашнего вечера, было примерно 150. То есть 750 тысяч рублей. Это какая-то сверхколоссальная сумма. Но я думаю, что она уже немножечко даже больше. Это не только на буханку, а вообще, в принципе, на помощь нашим солдатам. Мы будем полностью отчитываться, рассказывать о том, куда, что и как тратятся эти средства. В общем, все смотрите в Телеграме. Море Оз. У нас есть объявление машины, за которое мы едем в целенаправленно. Стоимость у нее 235 тысяч. Самое главное, чтобы она была на ходу. Вот скажи, как мы вообще будем проверять машину? Залезем под нее, посмотрим. Откроем капот, тоже посмотрим. Померяем компрессию. Может, если нам дадут масло, померяем давление. Вы что, могут сказать нет? Нельзя? Это ж не наше. Мы же ее не купили. Поэтому могут сказать нет. Как все люди будут к этому относиться? Понял. Максим взял с собой инструмент, который нам поможет это все сделать. И, в принципе, вы процесс покупки автомобиля увидите. Я надеюсь, что она нормальная, и мы ее купим. Потому что машин именно такого класса, за ту сумму, которую я вам озвучил, практически нет. Следующий вариант, который у нас есть, уже по 300, да, ты говоришь? Да, без малого. Если машина не подходит, то по 300. И у нас, в Анапском районе, в принципе, таких транспортных средств нет. Хочу поблагодарить всех, кто у нас подкидывал идеи с поиском машины и так далее. По ценовым категориям, в такую сумму, это в основном самое свежее, что мы нашли. Либо там вообще такой хлам, который даже ехать смотреть не стоит. Как вот Максим сказал, что закручено проволоки. И вообще непонятно, что с ним делать. Здравствуй, Краснодар. Пойдем смотреть, что там, машины. Нас вроде бы ждут, самое главное. Это тоже очень важно. Мы, кстати, едем в организацию, которая продает этот автотранспорт. Не у какого-то частного лица, а организация. Мы приехали в Краснодар. Улица называется у нас Лу-Занна-36. Сейчас берем аккумулятор и идем уже двигаться, смотреть машину. О, Олегу позвонил. Так вот выглядит машинка. Усиленные бампера. Здесь заменен двигатель. Слушайте, на вид прям даже мне не нравится. Даже стокло затонированный. Можно девчонок катать. Пацанам понравится. Здесь нет факул. Нет такого силенала. А так, в принципе, смотрится маленький ничем. Как аккумулятор? Аккулятор машины. Где там открыт? Сюда не снимают. Это москолько? Юрия, смотри. Первый взгляд. Неживая. Хм? Неживая. Показал мне, наживая. Уже что-то. Ну, понятно, там, она у всех. Это милая, что жизнь, я думаю. Да, вот с той стороны. Залей. У нас машинка инжектор получается. Я сказал, звони его. Слушай, ну, тут даже все красиво выглядит, по крайней мере. Сейчас берем мастер все посмотрит. Она, конечно, лучше, если по полям. Сидюшку поставили, аккумуляторчик. Махмуд поджигай, называется. Самое интересное, завести. Односторонний ключик. О, пошла же, да? Может, не хватит, да? Да. Не хватит аккумулятора. Макс у нас готов к проверкам, переоделся. Мне лучше, да, так, сюда, вне, в всякой форме. Ты так толстенький. Я просто выгляжу, что-то обычная держа, бас, похудел. Это, оказывается, просто снял с себя. Пошли за пусковым устройством. Не получается завести. Возможно, или аккумулятор подсела. Не хватает того. Макс у нас полетит сейчас под низ. Посмотрим, что там у нее. Полностью будем проверять, как он говорил, все вещи, которые звучали для меня так странно. Что ты там выйдешь? Все хорошо. Тебе все нравится? Да. Осталось только завести. Да. И померить компрессию. Есть вопросы по мотору, конечно. Что нам не нравится? Уровень масла слишком маленький. Может, его кто-то просто в себе домой долил? Слушай, ну даже резина тут неплохая, да? Слабоватая, конечно. Нет, в плане того, что она не газевая, но нормально доехать можно. А, да. Максим рассматривается в деталях, то есть. Ну, если ему нравится, то это прям вообще хорошо. Салон. Тут прям салон-салон. Можно и спать, и музыку включать. Машинка прям здравая на самом деле. Я не знаю, конечно. О, веник даже есть, если что, провода какие-то. А, то есть, я думаю, этот короб в уровень опускается. Нет, он так и останется. Так, ну скажешь свой вердикт вообще вот по поводу. Ну, вот кроме старта. Вообще, это шикарно. Кое-что подделаем и отправим. Все. Теперь салон-салон заведись, как говорится. Сейчас с аккумуляторами определимся, в чем причина. Вот ребята несут зарядочку, стартер и тестер. Сейчас все проверим. Мы что-то ее не сожрали. Тестируем. Это 7, аккумулятор. Все, все, да. Значит, проблема с аккумулятором. Так, шайтан машин. Короче, нарушает технику безопасности. Не самоубивайся. Не самоубивайся. Немножко ставим на зарядочку, чтобы не пустой был. Он уже крутился, осталось только поехать. Еще, еще надо. Видите, он хорошо пошел? Ну да. Нет, пускай этот не идет. Зарядный вообще не работает. Может, предупредитель? Давай, давай. Есть, есть. Мы почти слышали, как мы взяли. Давай, давай. Ну, слушай, почти. Почти. Теперь деться надо. Да. Это ж классно. Давай, давай, давай. У-у-у-у, подкладора. Самое главное произошло. Машина залилась. Это очень важно. По всему обхватываю. Вот, что-то. Я бы себе такой зал, и зал бы сюда до колеса, и можно было, допустим, путешествовать, если я что-то никогда не рассматривал. То есть, ну, за такие деньги в таком состоянии, мне кажется, прям, неплохо машина выглядит. Единственное, замена резины, шланги на тормозные, это сразу ремень под замену. Будем, да, сейчас рассматривать. Померим компрессию, видите ли. Освещение у машины работает нормально. А поворотничками помогает? Есть. А тот? Взади все умигает. В другую сторону. В другую сторону верхней, не говорит. Да, работает вон левая. Все отлично. Вот это уже прям отличный звук работы. Разбиваем, смотрим. Внешний вид, как я? Пойдем. Приведем порядок. Пожалуйста. А, ну, газани еще разочек. Какие дела? Ну, она подтяну, кримик. Ребятки, потихонечку она работает. Ну, по-моему, вполне себе неплохо. К крайней мере, мне все нравится. Самое главное, что должно быть в каждой машине здесь есть. Тут еще есть когда-то друзья хорошие. Я, знаете, как вы говорите, ой, какая машинка. Все завелась, поехали, отлично. Тут Макс, как бы, полностью все проверил. Под каждый угол залез, под каждое колесо. Все уже посмотреть. Остается, завелся. Знает, что надо. Не работает? По документам посмотрели, вроде бы, все нормально. Нигде она не в залоге, ни в штрафах, ничего нет. Поэтому чистенькая, все нормально. Сейчас порядок приведем, прикудрим, подмажем, и поедет автомобиль. Да. А по-другому никак. А зачем мы сюда ехали? Посмотреть? Ну, посмотрели. Не, на тебя намеряется? Не, пойдет, пойдет. Тем более, с таким мотором нормально бывает. Прикинь, он только отстоялся и завелся. Там... Ты мне, вот как, полгода, или три лица отстоял, да? Представь. Попробуем двигать транспортное средство. Выехать будет сложновато. Ну, на камеру, вам кажется, тут километр. То есть, на самом деле, не очень много места. Сзади катушка. Все, все, ты уперся. Давай сюда. Руль как минимум поворачивается. Гидроча там нету? Давай, давай, давай. Еще, 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 еще. Давай, 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 давай. Калемочка стоит. Давай, давай, давай. Пошел, пошел, пошел еще. По носу, наверное, не понравится. Их какие подметки. Я ж люблю, нет гидроча, да? И все, прокачаюсь. Нормально пошел. Да в другой зеркало смотри. Да какой смотри. Сейчас, подожди. 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 Все, стоп, стоп. Все, все, ты уже выйдешь. Давай, со свистом. Так, не думайте, кстати, вот за цвет, ребята. Мы купим краску, валик. И он, пацаны, там закатает нужный им цвет, если такой не устроит. Стоп. Хороший? Вот это радует, что тормоза хотя бы хорошие. Самое главное. Сейчас мы его ведем со всех сторон, в принципе. Вот. Злой лазик, а? Макс полетел. Так, один стопак не работает. Поворотники точно все работают, проверял. Нету заднего, вот этого левого? Может лампочка, может что? Ну, стопак ладно. Задний ход. Задний ход он? Да. Нет, не включи его, посмотрите. Где-то ручка есть. Есть? Наверное. Где-то. Она желательно, чтобы была, потому что там краски раненых возить. Ага, все, понял. То есть можно что-то засунуть. Пойди до западу. Косички есть какие-то там, ну, все лечится, все ремонтируется. Так вот резво стартует. Габариты заднего хода, к большому сожалению, не зажигаются тоже. Ну, это тоже там проводок, возможно, посмотреть. Да, и все. Ну, по крайней мере, ездит назад. Сейчас будем откручивать свечи, как Максим говорит, чтобы понять, что за автомобиль. Он прогрелся, тут тепло в салоне стало. Слушай, а как интересно ли я там кондиционер? Я тут знаю, тут есть вот такой вот кондиционер, он открывается, вот это все, чипок. Ну, все, видите, такая работает. И все, это вот единственный кондиционер, который только может быть Russian Recy Construction и все. Головка там 20 лет. Нет, головка с такими желудками, обычно, головка была. Ну, что, покажи-ка нам, как же. Это плохо? Ну, благотится, смесь, да. Топлива много слишком. Может, то, что там у нас стояло еще или нет? Нет, не знаю. Что там только на это? О, тут есть люк. Люк есть. Ничего, честно, вообще не могу понять, зачем она такая большая, что там она лежит. Ну, зачем вот эта площадка такая? Ну, там посмотрим. А тут, по-моему, уже не поднимается она. Нет, поднимается. Нет, заклепано. А, нет, поднимается. Только этот надо вытащить. О. Да и этот замок поломали. Уже был более. Да? Приподнимешь эту фигню, посмотреть, что там. А, во. Тоже ничего. Хорошо, короче, что тут нет. Ну, полезного гвозди. Мало. Можно дом себе собить где-нибудь. Нет. Сука, хуй, ешь. Ух ты, блядь. Там все, что было можно, уже нашли. Есть баллоны на УАЗик. Зимняя резина. Слушай, да почему нет? Это кто сказал, что это способен. Я уже о другом думаю. Что, ее обрезать и сделать из нее злую, да? Нет, подрезать ее. Да, с шипами. В принципе, она лучше чем-то, в любом случае. Ну, ты знаешь, можно обуть на эту и отправить ее на эту. Тоже как вариант. Потому что все равно сейчас холода начнется. Все прям вообще хорошо. Вот по зиме, еще диск есть. Отлично. Масло долил. Ага. Чтобы было в машине, надо по дороге купить. Ну, уже под минимум. Надо будет долить. И заодно посмотреть, да? Подъедает масло. Подъедает. Ну, ниш не дымит, но значит, в каких-то моментах все-таки подъедает. Так вроде бы чистый матер. Антифриз тоже, смотри, как зелененький поработал. То есть изначально заметили, пошатали. Да. Видишь, вниз на пробку новую подкинуть. Ага. Чтобы ржавчина туда не падала. Сухой, не течет. Мост выключен передний. Протягиваем колеса. Одно чуть было приоткручено. Все остальные вроде бы пока нормально. Сморочка есть. И тоже хорошо. Так он подключивает, тебе включается, да? Ну, ты просто зацепление его заводишь. Угу. И все. У тебя есть передний передний. Там остается только ручку включить в самую. Переводишь и жестко заблокируй на передний мост. И все. Передний, да? Ты попробуй бы крутануть, а вдруг! Шлифует, шлифует, все, по-моему, еще с огня. Бак, кстати, один, ребята. Тут горловина пустая. Тут плазик может сгнали с одним бензобаком. И этот тоже, она соходит с одним сборком. Смотрим, заведется скрича или нет. Я-а-а! Да, а как только надо. Так, Максим говорит, что шлифовал только задний мост. Сейчас будем проверять, смотрим. Максим продолжает поднять и глянуть, работает или нет. То есть колесо приподняли, оно у нас крутится. Вот почему не срабатывает. Не попал этот самый зацеп. Ага, не попал зацеп, в очередь. Не видно, почему? Так, покажи. То есть, видите, все, колесо заблокировано. Так, Максим решил еще генератор сломать до конца. Это тот момент, который надо было сидеть. Показка номер два. Самое интересное, что Максим рассказывает, что объявление уже год висит на эту машину. Никто не приезжал и не смотрел. Хотя машина, ну реально стоит своих денег? Да. То есть аппарат, допустим, кто-то для дома, для дачи, там бы взял бы себе такую машинку. Подтянули генератор и пробуем завести его, как говорится, в моих руках. Тарам! Ничего не свистит. Максим, бог машин. Ай-яй-яй-яй. Ну что, пробуем остыть? Да. Ну и теперь проверяем, буксуют ли колеса передние. Давай. А, ты все проверил? Все хорошо? Отлично, все, вопросов не имеем. Пойдем купим сначала. Потом буду ездить, так нечестно. Вот самое главное, короче, не проверил магнитофон. Как без музыки ехать, я не представляю. Все, ключики забираем. Сигнализацию сейчас включим. Вот, вот, вот. Стеклоподъемники работают. Вот этот, вот, все. Прикиньте, то есть, все ручки работают, что их можно закрыть. Все отлично. Меня, по крайней мере, это прям порадовало. Итак, друзья, мы еще потеряли около, наверное, полутора часов в Краснодаре в попытках найти шины на эту машину. Несмотря на то, что дали зимнюю резину, здесь стоит какая-никакая, тут причем одно колесо, другое. Ну, в общем, это все не то. И все не то, что нам надо. Нам надо сюда грязевая резина. Заказали, кардиант, есть ссылочка в телеграме в нашем. То есть, ну, заказ через Яндекс заказал за 11 600, что ли. В общем, 46 с лишним вышло. Четыре колеса на эту машину. Купили бензинчик на нее, 10 литров заправиться, чтобы доехать до заправки и залить уже полный бак. Потому что здесь показывают прям в притирочку. Документы уже все полностью оформлены. Мы сейчас будем выезжать уже непосредственно в сторону дома. В общем, даже интересно, что получится, доедем или нет. Сейчас даже интересно, заведется она или нет. Потому что уже несколько времени прошло, пока нас здесь не было. Сейчас мы отключаем мосты. Кстати, очень долго тоже переоформляли машинку. Ну, то есть, писали договор купли-продажи в трех экземплярах. И из-за того, что машина у нас была оформлена на предприятие, у нас вот это плюсы. То есть, все документы они проверяют, скрупулезно это раз. Во-вторых, сама машина проходила техническое обслуживание. Максим говорит, что благодаря только этому она в хорошем состоянии. То, что не разваливается. Везде там видно, что следили за ней, что-то делали. То есть, если мы смотрели объявления на эти же машины, но на других, так сказать, комплектациях, они там были убиты и ушатаны, то здесь с этим все в порядке. Так что, ребятки, давайте попробуем сейчас все поставить, как было, и поехать. Чтобы вы не скачали бензин. То есть, на ключах он не все так просто. У нас один бак где-то в районе 40 литров. И у этой машины получается расход, Максим говорит, что около 15-17 литров. То есть, ей будет этого бензинчика хватать, ну, бака, всего лишь на 2 сотки. То есть, всегда надо с собой возить канистры. Жуть! Не могу представить, что машина столько ест. Но, как говорится, она не просто легковая, чтобы вам попу возить, а для того, чтобы делать вещи. Вдруг, если что, у нас ранены солдаты из поля, двое можно было вывозить. Вот мы подливаем бензинчик. Это еще 500 рублей улетает. Отлично. Что ты у меня-то в Адапе спросишь, а то расскажи. Зашло, оно тебе или не зашло. То есть, понравилась мне буханка или нет? Сейчас из города выехать, 200 километров буду на ней рулить. Я говорю, понравилось, хотел бы себе такое. Вот Максим говорит, ну, посмотрим, доедешь, расскажешь, как оно тебе. Ну, что, друзья, попробуем завести наши чудо техники. Ну, вообще, загрузиться в него. Как на них помещаться? Все, так ключи у меня нет. Макс, дай ключи. Вот он, ромбический. А это надо для конца от них? Я не знаю. Попробуем, потом. Да, конкретически. О, вот так. О, слушай. Ты лакшери. Идеально. Тут же сцепление. Тут есть сцепление. Правой на дверь. Я просто придерживаю дверь. Давай, давай, давай. Завасите. Давайте знакомиться. Вот так вот это все выглядит. И мы готовы с вами отправляться в путь, в дорогу. Мы вроде бы едем. Уже даже вторая передача включена. На самом деле, экспириенс такой прям необычный. Но прикольно. Ощущение. Машина большая. Это целый, как сказать, автобус у тебя. Педали находятся довольно-таки высоковаты. Ну, и мне, в принципе, тяжело. Из-за этого их, допустим, на сцепление приходится ногу аж задирать. Ну, а так все остальное, в принципе, очень даже хорошо. Едет вполне себе великолепно. То есть, я даже ожидал, что будет гораздо хуже. Самое главное, говорится, чтобы по пути ничего не подвело. И все было нормально. А что по Краснодару едешь, тут народ вот так вот на полкорпуса. Покажи, как высовывается. А у тебя большая машина, которую не остановишь. А им не объяснишь. Очень классное ощущение. Пусанка. Это топчик, ребят. Честно, никогда не задумывался о том, чтобы заиметь себе такое. Но после вот такой покупки я начинаю думать, что, в принципе, очень классная машина для путешествий, как минимум. Ладно, не будем отвлекаться за рулем. Мы заправляемся, ребята, немножечко бензинчиком. Сделали запас канистру. И сюда дольем. То есть, туда десятка, сюда 35. Посмотрим, как влезет. И потом у нас еще та машинка, чтобы тоже ей хватило. Вторая машина опять без бака, да, блин? Это вот имеешь в виду, что из-за системы того, что перелива система перестает работать, их убирают, да? Оставляют один вар. Ну, в принципе, для сотрудников там и 200 километров хватает. А все остальное, что это было? Прома там, грузик. Ага. Тихо-тихо-тихо. Не сработал отстрел. Немножко облились бензинчиком, ничего страшного. Мы сегодня просто заправили вначале стакта нашего в бак, который 35 литров, 38. Залили на заправке в Анапске, где поворот на обузор, да? Это, ну, из песни песни. Ну, как слов не выкинешь, у него реально всего лишь 35 литров в бак. Но мы приехали, у нас бензинчик чуть-чуть был, и мы залили 38. Это причем через Яндекс заправку все дешевоится. Ну, все, прям вот с крышки отстучит. Не пожалел. 44. 44, то есть получается... 34, и там же ж было у вас уже. Ну, то есть, дмитров 38 где-то, наверное, тот бак. Зашло на 2162 рубля. И сейчас вторую машину заправим. У нас есть новый друг. Привет. Ай, какой хороший. В общем, проверяем подкачанность шин. Здесь плохо работает пистолет, и мы взяли какой-то специальный прибор, такой красивый у Максима. И собака теперь с нами тоже. Ещё мы купили масло, чтобы дарить вот такое вот, 1300, с чем-то там оно нам вышло. Сейчас все проверим и можно будет уже дальше двигаться. Что у нас холодно? Ну буханка реактивная, которая кладёт стрелку на 160, это просто огонь. Самое главное без лички попросту. Ха-ха-ха-ха! Посмотрим профессионалов, как они работают. Мы закрыли уже, тут едешь, так комфортно. Видите, даже защита сделана в машине. То есть, не машина, а пушка. Максим, Максим! Нет, я даже не вижу, что я делаю. Ох! А-а-а! Бьётся? Да. Угу. Летний перемычек. Ну что, ребята, подъехали. Главное, чтобы не по нашей душе. А-а-а! Всё? Ловенько. Чуть-чуть добавим, чтобы всё было вообще шикарно. Всё. Поехали. Ну, теперь можно отправляться и пытаться дальше добираться. Сейчас вам покажу, как пойдёт стрелка на этой машине. Это прям нереально. Ха-ха-ха-ха! Чтобы вы понимали, ребята, вот это зверь-буханка. Всё. Дальше просто некуда. Мы идём крето обгонять или что-то впереди нас едет. Догоняем. Ракетный ускоритель крючён. И так, ребята, надо поделиться вообще эмоциями, пока у меня ещё там зарядка есть. Вообще, смотрите. Максимальная скорость 125. Дальше как-то сжимается что-то. Я вообще не любитель быстро ездить, а тут что-то решил. Давай попробуем. Дальше. То есть машина, свет есть, там дворники работают, водички тут ближние сидят. Покажи дорогу. Вот дальний свет работает. В принципе, машинка контролируемая. Единственное, что мне непривычно, что у неё, видите, вот такой люфт руля. То есть это на советских машинах как бы нормальное ощущение. Я просто отвык от того, что люфт руля в принципе существует. Вот, а сейчас еду, привык, почувствую, то есть на дороге она себя ведёт хорошо, то есть довольно таки устойчиво. Если вот мы первую, когда Буханку гнали прошу, то она качалась там у неё, ну подушатанная была, то здесь ходовка прям вот неплохо себя ведёт, при том, что у нас колёса разные, мы их подкачали и стало ещё лучше. То есть 125 вам показать, конечно, это не та скорость. Вот один из подписчиков написал в комментариях в Телеграме о том, что в принципе очень довольно таки неплохая для неё 80 км в час. Вот мы сейчас едем 70 даже, но впереди у нас машина и плюс я записываюсь, так комфортнее, свет же у нас тут был, да. Супер свет. Для неё вот скорость 80-90, вот самая то прям комфортная. Она без надрыва тихо, спокойно идёт и при этом ещё можно кучу всего и всех посадить назад, то есть там огромное количество места. То есть Буханка это классная машина и не хватает временами пятой передачи, я бы на 150-160 бы шёл по трассе бы, было вообще неплохо. Ну а так мы поехали в Славянск, я к ней уже приноробился. Мне нравится, что вот как-то сделаны так педали, что у меня коленки до руля приходится вот поднимать, чтобы допустим выжать сцепление и переключить передачу. И то же самое на тормоз, то есть переставлять ногу довольно таки высоко поднимать. Я привыкла к более комфортным условиям, тепличным. Машина, я больше чем доволен, ведёт себя на трассе отлично, едем, никаких проблем. И вот то, чтобы так и было и у наших солдат. Там кое-что-то делаем под шаманем, да хотя в принципе всё работает. Ну единственно скорость показывает неправильно. Как вы понимаете 160 и у нас стрелка доходит до нуля. Заходит на второй круг, когда там за 110 уходишь, вообще прям здесь всё. Ну и по звуку вы в принципе слышите, немножко шумит мотор, но подъехал рядом с нами стал КамАЗ и от него мы почувствовали звук в салоне гораздо сильнее, чем от нашей машине. То есть поэтому отлично, я доволен. и приехали, да? Ура! Самое главное, мы добрались. Эть, 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 эть. Что ребята, мы доехали. И это самое главное. Машинка становится здесь на ночь. Блин, слушайте, ну я очень доволен. Единственное, что для высокого роста мне приходилось вот так вот горбиться, а всё остальное как бы просто великолепно. В общем её ждёт. Слушайте, она смотрится вообще как новая. Она, конечно, крашеная, но по факту машина просто пушка. Приехали мы, кстати, на сервис в Анапской. Я где менял у Максима масло, где он ремонтировал мне мой капюрчик, где он Ярославу отремонтировал полностью его машину. То есть Ярик долго очень не мог найти мастеров, которые могли ему это всё сделать. И вот Максим с сотоварищами сотворили чудеса. Вот так и называется. Техно-авто-центр. Это улица Мира в Анапское пересечение с переулком Тихий. Конкретно переулок Тихий 26. Советую ребят, приезжайте, делайте у них души сам. Потому что занимаю своим мотом только здесь. Уже подъезжаем к дому. Максим отказался брать денег за свою работу. Целый день мы сегодня потратили. Но в 6 утра выехали. Сейчас сколько в 5 часах? 12.5 часов нас, в принципе, не было. И вот он нам говорил, хоть что-нибудь бы мы тебе дали. Он говорит, нет, ничего не хочу. Хочу помочь. Денег не имею, но вот руками помочь могу. В общем, возвращайтесь к этому мастеру. Адрес я вам сказал, где это находится. Ну и потом уже в дальнейшем расскажем вам, что в принципе было сделано с машиной. Мы сейчас подвели так список. Но завтра уже будет видно. К воскресенью, в следующем выходнике. Я надеюсь, что машина будет уже подготовлена. Придет и резина. Придут и запчасти, которые нам нужно будет заменить. Чтобы ребятам там было с ней комфортно. А не бегать, искать, чем затыкать эти дырки. И тогда в ней образуется. Хотя, по сути, вот машина прошла 160 километров. Выглядит бодро. Ехала хорошо. Тут вот то, что так и было. Долгие годы. Простите, сколько мало света. И вот еще помимо Максима, спасибо Роману. За компанию. То, что он сзади сидит. Вы его не видите. Да ладно. И вам спасибо, что смотрели. Спасибо, что донатите и поддерживаете. И надеюсь, что все дойдет до ребят в ближайшее время. Всем пока-пока. Увидимся в следующем видеосюжете.